Девушки отдыхают Что касается моей семьи, именно с моей стороны, то она традиционная казахская семья, мусульманская даже, то я их особо так не ставил в известность. Поскольку в его полирелигиозной семье привыкли уважать религиозный выбор друг друга, споры на теологические темы практически не возникают. Но в обществе, когда узнают, что он священнослужитель в церкви, порой возникает удивление. Я считаю себя настоящим казахом. Я люблю свою культуру, я люблю свой язык, люблю свою историю, свой народ. И я не отдаляюсь от своего народа, не являюсь кем-то другим. Православие является наиболее распространенной ветвью христианства и второй по численности верующих религий в Казахстане. Всего, по данным Комитета по делам религии, в стране действует 18 конфессий и 3738 религиозных объединений. В Казахстане свобода вероисповедания гарантирована конституцией страны. Самая распространенная религия в Казахстане – ислам. У нее насчитывается 2611 объединений по стране. Согласно переписи 2009 года, доля мусульман в стране составляет более 70%. Наша религия, Мазаб, которому мы придерживаемся, казахстанцы, Анапетский Мазаб, он всегда уживался во все времена, во все места и во все времена. Он очень лоялен. Кроме ислама и православия в Казахстане есть и малочисленные религиозные объединения, такие как Общество сознания Кришны, Миннаниты, Бахаи. Житель Алматы Тимур Чекпарбаев пришел к религии в 90-е годы, когда был студентом. Он помнит, как после развала СССР в обществе стали чаще говорить о духовности, и в поисках ответов на вопросы он пришел к бахаизму. Я знакомился открыто как с исламом. Я также изучал христианство, изучал и другие религии. В какой-то момент я познакомился с верой Бахаи. По мере того, как я узнавал об учении бахаулы больше, я понимал, что эти знания, они соответствуют потребностям и нуждам современного общества. Они отвечают на вопросы, которые у меня были, которые, в общем-то, существовали на тот момент в целом в обществе. Адвентизм в Казахстан пришел более ста лет назад. Его из Германии через Россию привезли немцы. Сейчас у них насчитывается 42 церкви в Казахстане. Житель Алматы Даниил Павленко родился в семье пастора-священнослужителя церкви адвентистов седьмого дня. Его жизнь связана с верой в Бога еще с детства, хотя оно прошло в суровое для любой религии советское время. В школе это было советское время, служил в армии. Много было таких вот явлений, когда меня разубеждали. Мне говорили о том, что религия – это дело людей неграмотных. Но еще с ранних лет у меня в жизни были личные переживания и опыты, когда я явно для себя отметил, что Бог есть, Он жив, Он действует. И когда к Нему обращаешься, Он тебя никогда не покинет. Отношение общества к религии потеплело, когда распался СССР. Адвентистов начали приглашать в университеты на чтение лекций. Последователи веры стали оказывать гуманитарную помощь, проводить выставки здоровья. Сейчас они участвуют в совместных культурных и спортивных мероприятиях с представителями разных религий. Синагога в Алматы – первая в Центральной Азии, построенная после развала Советского Союза. До этого общины собирались в приспособленных жилых домах. Первые упоминания о еврейских общинах на территории Казахстана появились еще во времена Великого Шелкового Пути. Сегодня в стране около 40 тысяч евреев, а в нескольких городах функционируют полноценные синагоги. А Ишайя Когин – главный раввин Казахстана с 1994 года. Когда я приехал сюда, в Казахстан, первый раз в 1994 году, я видел совсем другую картину. Вообще, меня повезло очень сильно, что попасть здесь в Казахстан. Потому что казахский народ – это особый народ, народ, который очень дружный, народ, у него есть очень большая толерантность к всему. В Казахстане традиционно совместно отмечают такие религиозные праздники, как Рождество, Пасха, Курбан-Айд, Ораза-Айд, а также народный, к примеру, Наурыс. И представители разных религий отмечают их, не разделяя на свои и чужие. Здесь, в Казахстане, мы с детства этому учимся, потому что мы живем в полинациональной стране. Например, по соседству с тобой живет человек другой национальности, другой религии. Мы, например, красим яйца, поздравляем друг друга, дарим яйца, дарим куличи. Например, если мусульманские праздники, то у нас было такое, что режут бараны и угощают нас мясом. Субтитры создавал DimaTorzok